Всем добрый день! Сегодня у нас в видео обзоре оверлочок Jaguar моделька HQ082DV Подобный экземпляр у нас был уже на тесте скажем так, старший брат более функциональный Т77 Этот оверлочок выполняет чуть меньше операций и имеет 10 программ Тот оверлок, по-моему, если не ошибаюсь 15 программ выполнял Что можно сказать? Какие мы видим изменения по сравнению с тем оверлоком Здесь барашки уже идут изменение натяжения нитей В этом оверлоке отсутствует обрезочка Предварительно оверлочок этот запустил мне показалось еще мягче ход в этом оверлоке Здесь у нас точно такая же откидная панелька Видно, да? Все узлы, конечно, в оверлоке будут из металла выполнены Тут в этом сомнений нет Все Вроде бы открывается все доступно к смазке, к чистке Проблем с эксплуатацией точно не возникнет Поставим это все на место Ну что, у нас были Как Комментарии к прошлому видео по оверлоку Ягуар Как положительные, так и отрицательные Кто-то говорил Что подобный оверлок производится для Family Все это правильно Это завод Ягуар производит для компании Families Такой оверлок Он еще и производит для PFAO и для других брендов Но Говорят Вот там Наш этот обзор был оплачен Ягуаром Но это Не смешите людей Зачем Ягуару Компании Огромадной компании Оплачивать Видео обзоры Каких-то Непонятных ребят Да С Подписчиками Сотни подписчиков Ну, грубо говоря Это просто наше мнение Наше видение Поэтому Как есть Так есть Так и говорим Ну что Попробуем протестировать На самом деле Тот оверлок Который был предыдущий Очень понравился Этот я уже запустил Предварительно На родном куске Ткани Как я уже сказал Мне показалось Что он даже работает Чуть мягче Кто-то Кстати В комментариях Там писал Что он громыхает Работает шумно Уверяю вас Работает он Не громче Чем Джанамэ Или Бразер Аналогичный А наверное Даже тише А если сравнить К примеру Допустим С Сингером Сингер еще громче Работает Пфа погромче Работает Реально Отбалансированная Хорошо Отбалансированная Техника В принципе С достаточно Неплохим Качеством стежка И хорошим функционалом Ну что Попробуем запустить Наш оверлок Так Вот у нас Тканюшка Кстати Там в комментариях Тоже указывали Что этот оверлок Не делает Хорошую Роликовую строчку Сегодня мы это Попробуем Потому что я не помню В Т-77 Запускали мы Роликовую строчку Или нет Но в этом Мы теперь точно Это протестируем Посмотри Не вибрация Ты видишь вибрацию? Не видишь вибрацию Потому что ее нет Там тоже писали Да Он вибрирует Он громыхает Мягкий Плавный Ход Стоит Как вкопанный Вот такая Вот строчка У нас Красивая? Красивая Не настраивал Ничего Дополнительно Вот с этой стороны Это идеальная Строчка Ничего не перетягивает Не стягивает У меня В принципе Вопросов нет Ни единого Вопроса К этой строчке Она идеальная Она идеальная Ну ладно Это обычная ткань Давайте проверять На трикотаже Тоже четырехниточным Швом На трикотаже Конечно Ну видно Вот Тянется в два раза Вполне вероятно Что нужно Будет что-то Подрегулировать Ну опять-таки Пользовательские Настройки Никто не отменял Для оверлока Почему я так Я говорю Ну возможно Я буду навязывать Своё какое-то Мнение Но вот В оверлоках Ягуар Ну Превзошли Наверное Многих И Да можно поставить Рядышком Любой оверлок Кстати у нас Недавно Была Проблема Принесли нам Оверлок И Как потом Выяснилось Во многих оверлоках Есть такая Такой нюанс Что Давай Покажи ближе Я сейчас сниму лапку Вот Видите Вот Первый зуб Да Который Продвигает ткань И вот второй зуб Который Двигает ткань Так вот Ягуар Молодцы В этом плане Для чего Эти зубы Разделены Чтобы у нас Была Дифференциальная Подача То есть Если быстрее Работает передний зуб А задние два зуба Работают медленнее Соответственно У нас Присборка Если у нас Задний зуб Работает быстрее А передний Медленнее У нас Вытягивается материал Это есть Дифференциальная Подача Из-за Этой Проблемы Ну не Проблема А из-за этой Функции Страдает Страдают Швы Когда мы Шьем на швах То есть Швы нужно Перейти На трикотаже Особенно К примеру В оверлоке Джанаме 205 Обратилась женщина Чтобы ей настроить Потому что Швы Набивают Много нитей В 205 Оверлоке Джанаме Вот здесь Расстояние Очень большое И просто проваливается Этот шов И набивает Много стежков На одном месте На этом шве Здесь Посмотри Как сделано Видишь У них Зуб за зуб Заходит Это видно Да? Если я сейчас Смещу Дифференциальный Транспортер У нас Не будет Этого Провала Вот Смотри Сейчас Покажу У нас Нет провала Нет этого Отверстия Вот Видишь Зубы Сходятся И вот А там 6 мм Зазор В 205 Оверлоке Да Он шьет По прямой Все без проблем Прошвает Отлично Все ткани Настроен А на переходе Хоть ты тресни Пришлось Немного Менять настройки Чтобы довести Но это уже Не пользовательские Настройки И Почему Именно Вот этот Оверлок Сейчас у нас Во взоре Потому что У нас Выбор Там сейчас Из 7 По моему Машин Я сразу Взял этот Оверлок Посмотреть Потому что Недавно Столкнулся С этой проблемой Посмотреть Как же здесь И здесь Скорее всего Этой проблемы Не будет Но мы Это протестируем Мы это протестируем И проверим Как он Пройдет шов Так Сейчас Попробуем Так Во первых Дифференциал Нужно вернуть На место Так Он вернул Его Все Длина 3 Поехали На трикотаж Ну вот Наша строчка Видно Да Теперь Что я делаю Вот на Вот таком Вот моменте Вот таком Вот Мы имели На том Оверлоке Проблему Которую Пришлось Устранять В принципе Вот Не так быстро И Понял Мы Ткань Переводит Поперек И на вот этом Переходе Набивало Кучу стежков Потому что Вот этот узел Просто Проваливался Туда Ну Я не швея Понимаешь Я понимаю Что Оверлок В принципе Шьет Вот Хорошо Все Но Вот этот момент Производитель Не Доглядел А здесь Здесь Я думаю Что будет Все в порядке Так Вот Этот узел Посмотри Беспробленно Ничего Не набил С продвижением Полный порядок Идеаль Да Если бы Производители Смотрели Это видео Конечно Колхоз Видео Может так Нужно И Просто Взяли бы Зубчатую Рейку Сделали Как у Ягуара Это Было бы Супер Потому что Это Расстояние Великовато И в Бразере Я потом Посмотрел На великовато Это расстояние И вот Такие Переходы Переходы Лучше чем Ягуар Я уверен Никто не справится Даже в Джуки И то Там Расстояние Достаточно Великовато Хотя Джуки Начинали Именно С цепного Стишка И Занимаются Больше всего Производством Техники Цепного Стишка Распошивалки И тому подобное Так Ну что Перейдем Туда Перейдем К Роликовому Шву Честно Даже Было Неохота Смотреть Но Что-то Жаловали Что Не Шьет Кто-то Там Говорил Не Шьет Оверлок Ягуары Роликовый Шов Сейчас Посмотрим Попробуем Протестировать Так Что-нибудь Тоненько Я найду В принципе Кто Ну Я Много Не Рассказываю Об этом Оверлоке Сразу Еще Хочу Предварительно Сказать Вот В комплекте Мусоросборник Тут С комплектацией Все как И в Т77 Все как Положено Оверлок Весит Больше 10 килограмм Это реально Тяжеловес Все Узлы Можно Посмотреть Они сделаны Добротно Я Почему Этого Не Рассказываю Пересмотрите Видео На Т77 Это Подобный Оверлок Только Менее Функциональный Но Как мне Показалось По-моему Сбалансирован Немножко Лучше Но Тот Умеет Больше Функционал Возможно Конечно Я говорю На контрасте Если поставить И тут И тут Может быть Это Ну Они Посоперничали Между собой Так Вот Давай Попробуем Роликовый Шов Смотри Это Подкладочная Ткань Сейчас Я выставляю Настройки На роликовый Шов Так Убираем Стежковый Язычок Вот Он Защелкнули Ставим Длину Стежка Поменьше Не поменьше А по-моему На единицу Да Там По умолчанию Она Ну Сейчас Запустим Будет Видно Или там Есть Прям Положение Р Нет Да То есть Ну Скорее всего На единицу Не хочу В инструкцию Заглядывать Обычно Пишут Так Ну Вот Все ли Я сделал Так Так Поставил Поставил Ну ладно Сейчас запустим Если что не сделал Так подправим Отлично Чем я шью Это ж Подкладочная ткань Под вышивку Ну да Тут даже цепляться нечему И посмотри Это что Плохой роликовый шов Или я тут что-то Перенастроил Это для тех Это шикарный шов Спасибо конечно огромное Что вы нас смотрите Но для тех Ребят Кто думает Что это Проплаченный отзыв Или мы предварительно Этот оверлок Насравили Ну Честно Просто понравился Поэтому высказываю свое мнение Никому не навязываю Там Его Но мне он нравится Мне он нравится И вот то что я вижу Как он работает Это шикарно Так Ну что Посмотрим Единственный минус Конечно Лампу могли уже поставить Билет Да Согласись Оверлок в принципе Наверное не из дешевых Потому что Тут только металла Как минимум Наверное На два оверлока хватит Если бы это производил Какой-нибудь Ну к примеру Допустим Сингер То у него бы на два оверлока Хватило Так Что он нас показывает Здесь Здесь Ух ты Мелко так уже и не видно 120 ватт мотор А там по-моему Был 135 Ну В Т77 Вот почему Наверное Он и более такой Он Тихо Более тихоходный Этот оверлок Он и тише Ну смотри Здесь отдельно лампа Написана мощность Она просто плюсуется Точно Тотал 135 И там 135 Да Производство Вьетнам Срок службы Семь лет Не знаю Что они этим хотят сказать Ну я думаю Что в принципе Оверлок Любой Ну Прослужит Семь лет Без проблем Так И Снимать не хочется Давайте поверим На слово Да По мощности Слышно Что Запас Хороший Вот там Кстати Сейчас Если видно Не видно Ну снимать не хочется Уже Мы в принципе Разбирали Оверлоки Производитель Производитель Хорош По оверлокам Я могу Смело Рекомендовать Но опять Таки Не хочу Никому Навязывать Своё мнение Он металлический Сделан Добротно Откидная Панель Мне очень нравится Идея Отличная Ну вот Наверное Все Спасибо За внимание Показали Вам роликовую Срочку Трикотаж Я к регулировкам Натяжения Нитей Вообще Не притронулся Ни разу Поэтому Подписывайтесь На наш канал А мы будем Стараться Снимать Для вас Пишите Какие Машинки Вы хотите Или оверлоки Посмотреть Мы будем Как бы Мы Пытаемся Их Все Которые есть В Украине Пытаемся Все отснять Сейчас у нас Немножко Процесс Замедлился Так как Скопилась Определенно Часть работы Которую Нужно Выполнять Поэтому Ну возможно Сейчас Не так часто Будут видео Выходить Но сегодня Мы еще Обязательно Для вас Что-нибудь снимем Все Спасибо за внимание До новых встреч До свидания